И снова здравствуйте! С вами я Светлана и мы продолжим путешествие по сайту Апаловскому Сокенвуле. На чем мы остановились? На вот такой красоте. Брошюра Винсент Ван Гог посвящена выпуску коллекции пряжи по художнику. 8 цветов предоставлено нам для покупки. Красиво на сайте, интересно сделано, что нажимаешь, курсор подводишь к носочку и получается вот такая вот картина. Красиво. Не надо щелкать мышкой, достаточно просто полюбоваться, посмотреть. Вот такой вот художник изображал картины, а пальцы сделали по нему серию носочков серию пряжи. А мы вяжем носочки. Но хотя они только носочки вяжут, между прочим. Что в моей коллекции? Сейчас я вам покажу. Внимание. Та-дам! Вот мой Ван Гог. Что здесь у меня есть? Здесь три художника представлены. Что есть на выпуске у Апала? Винсент Ван Гог, Клод Мане и Хундерт Вассер. На Винсента Ван Гога у меня есть вот такой вот журнальчик публицистический. На Клод Мане, к сожалению, есть журнальчик, но у меня нет пряжи и даже этикетки нет, но я работаю над этим. И Хундерт Вассер. У меня есть каждый представитель его выпуска, но нет брошюрки. Итак, посмотрим, что есть и брошюрка, и пряжа. Вот такая вот красота. Данная коллекция по картинам художника представлена. Картина Подсолнухи, знаменитая всем, известная. Вот такой вот стул художника. И, конечно же, очень люблю вот эту вот картину. Когда-то в художественной школе. Звездная ночь, 1889 год. Ну, красота же, да? Как можно из них вязать? Только посмотреть и вдохновиться. Можем посмотреть различные произведения художника. На многие из этих картин есть моточки, конечно же, есть пряжа. Но так вот для кругозора, для расширения очень приятно положить кому-то открыточку в подарок, в заказ. Поздравить с какими-нибудь праздниками. Красивая открытка, езди подписать. В общем, вот такая вот коллекция Ван Гога. И моя пряжа. Винсент Ван Гог. Пейзажи. Ой, восторг. Дальше переходим к Клоду Мане. Я могу только показать вам брошюрки, картины. Но, к сожалению, мне нечем похвастаться. Это вот самый знаменитый его рисунок, картина, японский мостик. Не фокусируется. Мы успели прочитать. К сожалению, мне бы хотелось бы здесь приложить моточек пряжи, но мне нечего показать вам в своей коллекции. Покажу, что извините, что нам предоставит сейчас вот это да, так, 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 что нам предоставит сайт. ой-ой-ой. И где же это он у нас тут? Извините за заминку. Вот такая брошюрка, вот такая пряжа. Очень хочу приобрести хоть один из них, хоть в виде моточка пряжи, хоть в виде этикетки, но в общем будем мечтать, есть к чему стремиться. И, конечно же, наш Хундерт Вассер. Его мы уже видели в одном из частей. Первый, наверное, я показывала. Но не грех полюбоваться такой красотой еще раз. И что покажет нам брошюрка на сайте. Здесь общая брошюра, здесь все три коллекции, три выпуска. Первая вот с единицы начинается, вот вторая с двойки, то есть 2006, 2008 и 2010 год. Вот из каждого направления, каждого года у меня есть по моточку. Коллекции повторяются, выпускаются и сейчас в настоящее время, но я точно знаю, что не все, не полностью партию повторяют, а как раз повторяют по запросу. То есть, если вы где-то встретите моточек пряжи, не факт, что он повторится потом в выпуске. И отдельно посмотрим. Видите? вот он мой красавчик желтенький. Здесь вот беленький стекло, которое у нас уже у нас и так было темновато, потому что погода не солнечная и сейчас в общем вот так не бликует, и третья серия. Вот она. Вот все три коллекции у меня у Дартвассера есть. Красота. Вот такие произведения. можно с удовольствием посмотреть на сайте, но вообще в интернете, что нам дает наш Яндекс Гугл информацию по художникам. Вот так вот вы поочитаете, полистаете, ознакомитесь с их произведениями. Вот Моне картины. картины Хундертвассера, но он не только художник, он еще и архитектор. Не буду повторять информацию, то, что вы можете вычитать, но я еще с художки помню, что это художник-архитектор, который обходит острые углы. И Моне. Моне, Хундертвассер, и Винсент Ван Гог. Его картины. Пейзажи в основном, конечно же, он хоть и является партиетистом, он в основном писал свои портреты, то есть самого себя, но и художественные и здесь информация о художниках с удовольствием можно прочитать, вспомнить, освещать какую-то память свою, оставшуюся еще, что-то найти новое. В общем, пряжа нас не только учит вязать, вдохновляет на создание, но и расширяет наш кругозор. Вот такая вот художественная коллекция у меня есть. Потом еще здесь представлены сейчас я Хундерт Вассера уберу, чтобы он не обиделся. Представлены вот такие вот у меня моточки. Это тоже относится к художественной серии. Не с художниками связаны, а с тем, что окрашивали эти моточки. Сейчас дословно скажу. Вот рассмотрим. Вот вроде бы, да, что здесь такого? Девушка изображена, но мы не знаем, кто это. А это Антонио Тироль. Сейчас. информацию, которую мы знаем. В 2012 году серия вроде бы как вышла. Вот что они говорят. Молодые люди интересуются новыми дизайнами и модными тенденциями, говорит проектировщик пряжи Фредерик Цверкер, который создал эту коллекцию вместе с популярной австрийской певицей Антонией из Тироля. Вязание снова вошло в моду для молодых людей, но дизайны должны быть индивидуальными и элегантными. Антонио поэтому была подарком судьбы. В ее прекрасных дизайнах отражаются восхитительные альпы с солнечными теплыми цветами в великолепно красивом пейзаже. Коллекция включает 8 цветов пряжи, сделанные из благоприятного для кожи состава пряжи. И вот такие моточки пряжи они выпускали. Мне посчастливилось стать обладательницей одного из них. Вот 28.01 Это вот у меня такой моточек есть. Дальше посмотрим на маленького принца. Знаете, что маленький принц произведение Сент-Экзюпери. И на этом произведении был основан выпуск вот такой коллекции пряжи опала. Красиво, да? Очень. И конечно лучше любоваться моточком. И выставка вот эта вот там фонд арбайт энд хобби, которая в Кёльне проходит. Вот выставка, когда в Кёльне проходила с 21 по 23 марта 2013 года. это было идеальное место, чтобы объявить о выпуске вот этой коллекции шерсти. Она поступила в продажу летом 2013 года. Продукция произведена компанией Тутто Вольфханг Цвергер и стала доступна для стран Германии, Франции, Швейцарии, Австрии, Нидерланды, не буду дальше переезжать. Россия и Южная Корея. Очень надеюсь, что в списке России в дальнейшем будет также существовать. Вот такая прелесть. И что же еще на нашем сайте мы можем посмотреть. Посмотрим новинки, которые они нам показывают и то, что сейчас действует в продаже. Вот из существующих коллекция Претти мы ее я не помню показывала или нет. Вот такая вот моточек с люрексом. Ой, как оно сейчас хорошо прямо блестит. Но мы договорились с вами, что коллекцию с люрексом обозреем попозже. Что еще здесь? Ван Гога я вам показала. Кантри. Кантри у нас вот в таком ассортименте на плакатике. И я вам могу показать свою небольшую коллекцию. Вот такая вот сельская жизнь отображена. Я очень долго искала солому. Хотя мне не принципиально важно какой моточек у меня будет. Но когда есть право выбора это последняя новинка. И я выбрала то, что хотела выбрать. Что еще у нас? Давайте посмотрим, что нам обещают в новинке выпустить в нашем в этом году. Вот так. Вот мы посмотрим. Предлагает нам производитель Шавпати 15 будет с 31 августа 23 года. Ну, я себя отскринила как одного из представителей. То, что мне близко к сердцу. Если будет возможность выбрать, я, конечно, выберу именно то, что у меня на скринах. А так вот по возможности куплю все, что будет. Не буду придираться к цвету. Затем Регенвальд 19 в июле 23 года выйдет. Вы читаете, да? Вот дословный перевод этих коллекций. Прошу сильно. Это скрин сайта. Перевод прямой. Вот такие вот. Вот такое милашество у нас появится. Ай-яй-яй. Что-то так. Вот. Банда объятий. Люблю шмелей. Crazy Waters. Бешеная водица. Единственное, что вот мы смотрели с вами коллекции Аба и вот один из представителей. Единственное, что четырех нитки я ну как бы покупаю, а шести восьми нитки по стольку поскольку не ну как бы они у меня в коллекции скорее как дополнение, а не как основание. Вот выход новой серии сентября 23 года и вот эта большая шести нитка появится. Все это нас ожидает в ближайшем будущем с июля месяца первая коллекция. и мы будем очень ждать что надеюсь это все появится и в России. Так у нас время уже 16 минут. Я буду так частями сохранять видео, чтобы ничего не прервалось. Следующий обзор мы продолжим наверное с пряжи что-то вот из то, что у нас на сайте. хотелось бы бьюти посмотреть, свет кис. А получится как получится. В общем до следующих встреч. Дальше перейду в свою коллекцию, покажу, расскажу, что есть у меня. Мы как бы обозрели уже сайт здесь. Вроде ничего такого больше нового для нас я не могу найти. Но единственное, что в информационном поле на сайте производитель говорит, что дословно сложно воспроизвести. Ну в общем они допускают норму наличия узлов 1-2 узла на 50 грамм пряжи. Они не дают гарантию, что у вязальщиц получится совпадение секций, так как заявлено производителем при несоблюдении указанной плотности. и так вроде больше ничего такого особенного я не вспомню. Вот эти основные критерии. А, третий это еще был. И то, что производитель рекомендует секционную пряжу разматывать перед началом вязания не только для подгона секции, но и чтобы проверить ее на наличие узлов, на какие-то там браки, еще что-то, чтобы в процессе вязания не было никаких проблем. Ну, вот эти три пункта я прекрасно помню, здесь все у них тоже написано. Но мы не будем о грустном, будем надеяться, что опал продолжит сохранять свое качество. Мы будем вязать с удовольствием и любоваться их выпуском коллекций и надеясь возможностью приобретения. Ну, на этом на сегодня все. Всем всего доброго, хорошей солнечной погоды и до свидания. Субтитры